Эта история Леонида Млеча для тех, кому небезразлична наше прошлое. Судьба Ближнего Востока изменилась в один день, когда в Москве назначили нового министра иностранных дел. Изменилась не только судьба ближневосточных государств, не только судьба этого региона, но и, пожалуй, всего мира. Учитывая то, какое прямое, непосредственное участие в ближневосточных делах принимают крупнейшие державы современного мира. Назначение нового министра иностранных дел было абсолютным сюрпризом. Это был 1956 год, лето. Второй раз с этой должности сняли Вячеслава Михайловича Молотова. Вообще говоря, все в МИДе, в здании известном на Смоленской площади, полагали, что министром станет Андрей Андреевич Громыко, первый заместитель министра и самый, конечно же, заметный дипломат уже той эпохи. И он стал министром через какое-то время. И очень долго будет руководить отечественной дипломатией. И сам Андрей Андреевич тоже полагал, что назначат его. Но назначили другого человека. Мне сын Андрея Андреевича рассказывал, что вечером приезжает отец домой на дачу, и мы сразу понимаем, что случилось нечто невероятное. А Андрей Андреевич был человеком, который своих эмоций никогда не показывал. Он, сын не рассказывал, выходит из машины, вместо того, чтобы зайти в дом, берет грабли и начинает разгребать листву. И мы, сказал сын Андрея Андреевича, поняли, произошло нечто совершенно немыслимое. Министром иностранных дел был, да значит, Битрий Топилович Шипилов. Ну, люди моего возраста, кто имел удовольствие изучать историю партии, знают Шипилов по одной фразе. И примкнувший к ним Шипилов, это строчка из партийного документа 1957 года. И это прилепилось к нему. И должен сказать, что всю свою жизнь Дмитрий Трофимович ненавидел эту фразу и всегда говорил, да я никогда никому не примыкал, всегда держал себя самостоятельно, а ко мне прилепилась эта фраза. Он был прав, он был совершенно необычным человеком и точно никому не примыкавшим. Высокий, красивый, очень интересный, нравился девушкам, и не только девушкам. Он явно понравился Сталину. Сталин питал симпатию к таким высоким и стройным военным. А Шипилов вернулся с войны в генеральских погонах, как и Леонид Ильич Брежнев. И Брежнев, кстати говоря, понравился Сталину, когда Сталин увидел его на трибуне 19-го съезда партии в 1952 году, в октябре, и сделал Брежнева секретарем ЦК. И в какой-то момент, между прочим, Дмитрий Трофимович Шипилов и Леонид Ильич Брежнев находились на одной позиции. Оба были секретарями ЦК, оба были кандидатами в члены президиума ЦК. Еще одна ступенька и на вершине власти. И иногда думал, а сложись истории, иначе, может быть, не Леонид Ильич Брежнев, а Дмитрий Трофимович Шипилов стал бы руководителем партии и государства. Что бы тогда произошло? Шипилов точно отличался от своих предшественников на посту министра иностранных дел. Ну, долгое время после войны министром был Андрей Ильич Вышинский. Мы с вами о нем говорили, вообще, блистательно образованный человек, талантливый юрист, но бесконечное приспособление, что-то невероятное. Мне его помощник рассказывал, как Андрей Ильич выступал в Организации Объединенных Наций в одном из комитетов. Вот помощник говорит, мы слушаем его и вдруг с ужасом понимаем, что он излагает не советскую, а американскую позицию. Мы ему пишем записку. Андрей Ильич, вы излагаете американскую позицию, наша совершенно другая. Ну, записка идет по залу, доходит до Вышинского, он берет ее, читает, откладывает в сторону и продолжает говорить все то же самое, что говорил. Договаривает, останавливается, лицо его багровеет, он говорит, это позиция поджигателей войны, наша совершенно другая. Потом, после смерти Сталина, его опять сменил Вячеслав Михайлович, Молотов, но его упрекали в догматизме, о новому руководству страны. Хрущеву, в первую очередь, хотелось такого самостоятельного, динамичного человека, который способен будет изменить внешнюю политику страны. И Шипилов точно подходил под эту категорию. В нем очень рано проснулись лидерские качества, хотя бы сначала в сфере науки. Он до войны занимался наукой, политэкономией, социализмом в аграрном секторе. И одно время они с Громыко в одном институте даже работали. Но его быстро очень заметили, взяли на партийную работу уже молодым человеком. И он был, конечно, счастливчик до определенного момента, потому что его тестя, главного редактора «Известия», посадили. Потом посадили его тещу, которая была секретарем райкома партии в Москве. А его все это чаша миновала. В 1941 году он ушел в ополчение, ушел рядовым. Ополченцы мужественно сражались, защищая наш город. И я всегда воспринимаю Шипилов именно как человека, который был одним из тех, кто не позволил немцам войти в Москву. Его там заметили. Он получил офицерское звание. Потом погоны, когда их вели в 1943 году. И войну закончил членом военного совета. Это гвардейская армия, которая, кстати говоря, дошла до Вены. И говорят, что именно Дмитрий Трофимович разрешил в Венской опере вновь работать. Он был очень музыкальным человеком, очень одаренным. Может быть, в другое время, в другой жизни он бы стал и музыкантом. Он прекрасно пел. Пел с самим Козловским. Его мнение высоко ценилось. Тихон Николаевич Хренников, композитор известнейший, который многие годы возглавлял Союз композиторов, рассказывал, что я Шипилов всегда приглашал на свои концерты, даже когда он не занимал никакой должности. Действительно любил театр, оперу, знал ее, понимал. После войны его вернули в партийный аппарат. И тут-то его и приметил Сталин. После военные годы, просто коротко, но это очень важно, чтобы понять, как сформировался человек, который изменил внешнюю политику страны. Это время таких тяжелых интриг. И Шипилов, который возглавлял ведомство идеологически, идеологический отдел, который по-разному назывался в ту пору, в ЦК партии оказался в эпицентре этих схваток, когда очень многие сильно пострадали. И у Шипилова были очень влиятельные враги. Среди них там ключевым был Георгий Максимилианович Маленков, который постепенно брал под управление весь партийный аппарат, потому что стал Шипилов ставленником Жданова, ленинградского секретаря. В общем, там был момент, когда Шипилова ждала очень такое печальное будущее. Но за нее вступился в Сталин. Сталину он отчаянно нравился. Шипилов рассказывал, воскресный день, говорит, мы с женой в театре, в дух администрата подбегает, вас ждут к телефону. Прохожу в кабинет директора, беру трубку. Сталин звонит, мне сказали, вы в театре, что смотрите? Шипилов осторожно, ну такая легкая музыкальная комедия. Сталин в прекрасном настроении. Ну, если вы не очень заняты, может быть, заглянете ко мне. Сталин поручил ему руководителя идеологической комиссии и отдал свой кабинет на Старой площади в здании ЦК, потому что давно переселился в Кремль. Потом поручил ему написать учебник по политэкономии. Потом поручил ему возглавить газету «Правда». И Шипилов считался одним из самых преданных сталинистов. Но когда пришел Хрущев, и когда члены высшего партийного руководства стали знакомиться с документами сталинской эпохи, Шипилов радикально переменился. Он был одним из тех, кто помогал Хрущеву работать над знаменитым секретным докладом на 20-м съезде партии о сталинской эпохе, о всем том, что тогда происходило. Шипилов вот очень понравился Хрущеву. А Никита Сергеевич Хрущев был ведь практически последним человеком на высокой должности, который искренне верил в строительство социализма, в мировую революцию. И ему нужны были люди, которые тоже вдохновлялись. И Шипилов не был ни циником, вот его не испортила партийная работа, чиновничая должность. Он был человеком, который увлекался и вовлекался. И Шипилов в 1955 году, еще будучи главным редактором газеты «Правда» и председателем иностранной комиссии Верховного Совета СССР, прилетел в Каир. И его привели на выступление молодого тогда египетского политика, недавнего военного Гамаля Абдаль-Насар. И человек, который переводил сотрудник посольства речи, Шипилов сказал, что Шипилова речь. Насар невероятно понравился. Он сказал, я хочу с ним встретиться. А советское посольство еще жило старыми сталинскими традициями. И с новыми руководителями Египта отношения еще не складывались. Дело в том, что Сталин полагал, что арабские режимы – это все ставленники британцев или американцев, что это марионетки, чуть ли не фашисты. И с ними поддерживать отношения смысла нет. Поэтому в посольстве никто не мог устроить Шипилову встречу с новыми руководителями Египта. А там произошла революция, как и во многих арабских странах, где молодые офицеры свергали надоевших всем монархов. И вот вместо короля Фарука там появились новые руководители, среди которых Насар был самым заметным. Но Шипилу помогли разведчики. Об этом рассказывал генерал Кирпиченко. Он станет потом заместителем руководителя службы внешней разведки. Разведчики организовали Шипилову встречу с Насаром и говорят, что Насар, увидев его, обнял и сказал, брат мой, как долго я тебя ждал. Шипилов вернулся в Москву и высшему партийному руководству доложил, что мы должны изменить полностью нашу ближневосточную политику. Там колоссальные перемены. К власти приходят люди, которые не просто хотят национально-освободительное движение сделать сердцевиной жизни всего региона, но и люди, которые хотят строить социализм, которые у нас, у Советского Союза ищут советы и помощи, и они должны получить эту помощь, а мы должны им помогать, потому что это реализация нашей идеи мировой революции. А Хрущев, еще раз скажу, верил искренне в мировую революцию. И он поддерживал Шипилова. И вот тогда и начался коренной поворот в советской ближневосточной политике, ориентация на арабские, социалистические, в основном военные режимы. Египет, как самое крупное, самое заметное государство, стало партнером номер один. Но, конечно, все это происходило достаточно медленно. Египет, в первую очередь, захотел оружия. Переговоры о продаже оружия шли тайно, очень осторожно. И было принято решение поставлять Египту оружие через Чехословакию. Маршрут, который когда-то Сталин придумал для того, чтобы поставлять трофейное немецкое оружие молодому еврейскому государству, теперь было использовано для того, чтобы поставлять оружие противнику, главному противнику Израиля, Египет. О переговорах, естественно, стало известно, то, что мир уже менялся и втайне трудно было что-то сохранить. И израильский представитель явился в Министерство иностранных дел, чтобы выразить протест. И мы тут же ответили, что Советский Союз никакого оружия Египту не поставляет. А что касается взаимоотношений двух государств, Чехословакия и Египта, то это не наше дело. Начались поставки оружия. Мы первоначально, советские руководители хотели получить деньги за оружие. Насросов сказал, что нет, нет, конечно, деньгами мы заплатить не можем. Можем заплатить своими товарами, там хлопком, рисом. Так это и пошло. Поставки оружия носили масштабный характер. Но это была не коммерческая сделка. Это был политический шаг, потому что фактически это оружие предоставлялось бесплатно. Но это меняло позиции Советского Союза на Ближнем Востоке. Вслед за Египтом наладить отношения с Москвой пожелали другие арабские страны. Они тоже захотели получить оружие, покупать советское оружие постепенно. Советский Союз стал им помогать и тем самым стал обретать, конечно же, там серьезное влияние. Но отношения с Египтом складывались тоже непросто, потому что, ну, Гамаль Абдальнасар, скажем, ненавидел Компартию, и египетских коммунистов сажали, и Советский Союз ничего не мог поделать. Причем Никита Сергеевич Хрущев, как человек откровенный, пытался с ним беседовать, но ничего не получалось. И через какое-то время Москве пришлось с этим смириться. В журнале «Вопросы. Истории» появилась там большая статья, где, среди прочего, упоминался бывший начальник египетского генерального штаба, как человек, который в войну был платным агентом германской разведки. Возразился скандал, потому что бывший начальник генерального штаба был в ту пору египетскому послову в Москве. И партийное руководство обиделось не за то, что им прислали в качестве посла бывшего нацистского агента, а обиделось на то, что в журнале это опубликовали. Журналу сделали выговор. Нечто большее партийным чиновникам не удалось, потому что главным редактором журнала была академик Панкратова, член ЦК, человек очень влиятельный, поэтому ограничились выговором. Но это была одна из тех сложностей, которые возникали в общении с египетскими руководителями, другими арабскими режимами, которые, конечно же, идеологически совсем не соответствовали советским нормам. Но это не имело большого значения, потому что главное было наладить отношения политические. И летом 1956 года министром иностранных дел стал Дмитрий Трофимович Шипилов, который и стал реализовывать новую ближневосточную политику. Он сильно отличался даже по характеру, по манерам от других министров иностранных дел. Когда он собирался в первую свою служебную поездку, он спросил, а кто будет вас сопровождать? Он удивленно сказал, зачем мне кто-то нужен порфель, сам могу носить, переводить смогут там местные товарищи. Он не любил огромного потока бумаг, которые обрушивались на министра, не очень хотел с ними разбираться, честно говоря, Антон Юрьевич Добрынин, который потом станет послом в Соединенных Штатах и будет многолетним послом, говорил, что Шипилов его по-дружески попросил, поработайте у меня немного помощником, потому что меня заваливают этими бумагами. А мои обычные помощники, они из газеты «Правда», они в этих дипломатических документах не очень хорошо разбираются. Главным событием, которое изменило и Ближний Восток, и роль великих держав в ближневосточных делах, стала война из-за Суэцкого канала. А дело в том, что Суэцкий канал управлялся международной компанией, которая по существу принадлежала англичанам. И Гамаль Абдальнасар решил национализировать Суэцкий канал, полагая, что проход судов через Суэцкий канал, в первую очередь, танкеров нефтяных, конечно же, будет приносить колоссальные деньги в египетский бюджет. Когда он принял решение национализации, восторженная, встреченная египтянами, в Англии восприняли это как враждебный акт. И тогдашний глава британского правительства сказал, что мы должны покончить с НАСА. Английские руководители не могли смириться с тем, что роль их страны радикально изменилась. Британская империя по существу рухнула после Второй мировой войны, хотя Англия входила в число стран-победительниц во Второй мировой, но она была разорена войной, мировой войной. Империя стала распадаться, ушла британская Индия, уходили другие колонии. Британия теряла свои позиции, ушла из Палестины в том числе. И, конечно же, она уже не воспринималась как великая держава, но английские руководители этого не осознавали, и они думали, что они могут изменить ход событий. И они решили, вместе с французами, у которых тоже была доля в Советском канале, предпринять там военную операцию и заставить Египет денационализировать Суэцкий канал. Но им нужны были более серьезные войсковые и наземные части, и они вступили в союз с Израилем, убедив еврейское государство участвовать в этой военной кампании. Ну, зачем участвовали англичане и французы, понятно. Зачем Израиль ввязался в эту войну? Израильские руководители были напуганы поставками советского оружия. Они боялись, что еще несколько лет поставок и египетская армия и армия других арабских стран станут слишком мощными и будут представлять опасность для Израиля. И израильские руководители тогдашние решили, что есть смысл участвовать в этой операции, нанести такой превентивный удар по египетской армии и обезопасить себя. Это была, конечно, большая ошибка. Поначалу военная операция развивалась вполне в пользу этой коалиции с Великой Британией, Францией, Израилем, египетская армия не могла им противостоять. Но это была первая война на Ближнем Востоке, в которую вмешались великие державы. В Москве решили, что это акт агрессии против государства, которое Советский Союз поддерживает. И советские руководители в очень резких тонах обратились и к руководителям Великобритании, и к руководителям Франции, и к руководителям Израиля. Почему израильскому премьер-министру было прямо сказано, что нынешняя война ставит под угрозу само существование Израиля. От Советского Союза в Египте и в других арабских странах ждали просто прямого участия. Ждали, что Советский Союз отправит туда войска, отправит военный флот. Просили египтяне, может быть, можно провести мобилизацию добровольцев, мусульман, вот ваши мусульмане приедут к нам в страну, будут сражаться вместе с нами. Но участвовать, прямо участвовать в этом военном конфликте в Москве, конечно же, совершенно не хотели. Поэтому об отправке воинских частей не могло быть и речи. Но тут поразительным образом возникло партнерство между Москвой и Вашингтоном. Соединенные Штаты не только не поддержали своих союзников по НАТО, ближайших союзников Великобританию и Францию, наоборот, потребовали от них немедленно прекратить военную операцию. Это было связано с умонастроениями в таком партийно-политическом эстеблишменте Вашингтона. Дело в том, что аппарат государственного департамента, разведки, военного ведомства был настроен антиизраильский и совершенно не хотел никакого усиления Израиля. Во-вторых, государственный секретарь тогдашний Джон Фостер Далес, вошедший в историю, как один из главных борцов, бойцов холодной войны, не хотел усиления Великобритании, опасался, что если у англичан все получится, они опять обретут ведущие позиции на Ближнем Востоке. А у президента Эйзенхауру были другие заботы. Приближались в Америке выборы, и он совершенно не хотел, чтобы его администрацию обвинили в том, что вот он там как-то соучаствует в войне, тратит там американские деньги на войну и так далее. И Эйзенхауру этого смертельно не хотел. Он просто потребовал от руководителей Франции и Великобритании закончить немедленно боевые действия. А такого вот еще не было, чтобы Советский Союз и Соединенные Штаты сообща выступали против государства НАТО. И все, военный конфликт на этом завершился. Все войска отошли. Французские, английские, израильские все отошли. И это было воспринято, конечно же, как победа Египта и как победа Советского Союза. Но Дмитрий Трофимович Шипилов недолго пробыл в кресле министра иностранных дел, потому что он действительно был достаточно самостоятельным человеком. А Хрущеву этого вовсе не хотелось. То есть, он с одной стороны говорил, принимайте решение сами, что вы ко мне все время обращаетесь с вопросами. Но в реальности, конечно же, без него ничего решать было нельзя. А Шипилов себе иногда это позволял, чего не делал никакой другой министр иностранных дел. Шипилов действительно вел себя крайне самостоятельно. Описывали люди, которые участвовали в совещании, что он сидит и сел за столом в министерстве. Звонок по аппарату правительственной связи по вертушке снимает руку, слушает, говорит, да, хорошо, Михаил Андреевич, сейчас к вам приеду. И все понимают, что его вызывает Михаил Андреевич Суслов, член-президиума ЦК, секретарь ЦК, важнейшая фигура в идеологической сфере. Ну, любой другой на месте Шипилов должен был вскочить, уже бежать, просто мчаться на вторую площадь. А Шипилов сидит, преспокойно что-то рассказывает. Опять звонок вертушки. Шипилов снимает, это, видимо, Суслов. И Шипилов весело говорит, Михаил Андреевич, так я уже к вам уехал. Такие шутки, конечно, мало кто позволял в партийном аппарате. И очень скоро Хрущев его с этой должности убрал. Ну, формально с повышением из кресла министра иностранных дел перевел секретарем ЦК. Ну, это в советской иерархии было повышение. На самом деле все знали, что Никита Сергеевич Шипилов недоволен. И случилась такая история. Шипилов встретил маршал Ворошилов и спрашивает, идешь на свадьбу с Никитой Сергеевичем? Шипилов говорит, нет, меня не позвали. Ворошилов просто рассвел, да, а я иду, меня пригласили. Шипилов как экономист разошелся с Хрущевым в вопросе о децентрализации промышленности и так далее. Когда против Хрущева ополчилась старая гвардия Маленков, Молотов, Каганович, то Шипилов к ним не примкнул, хоть так и написано в учебниках, но он тоже позволил себе высказать в отношении Хрущева критические замечания. И Хрущев на него невероятно обиделся, то есть считал, что я его вырастил, я его поднял, он посмел мне что-то сказать. Ну, Хрущев одолел эту оппозицию, всех выставили из президиума ЦК, сняли с должностей, разослали по стране. Шипилова отправили директором Института экономики в Киргизию, в Фрунзе, так-то назывался город Бешкек. Пока он ехал, его из директоров перевели в заместитель. Через какое-то время выяснилось, что квартира в Москве, уже из него выброшены все его вещи. Он вернулся, там книги стал складывать, от него требовали, чтобы он вернулся назад во Фрунзе. Они же с женой увидели где-то жену Никиты Сергеевича, она была человеком таким очень доброжелательным. В общем, Шипилову разрешили остаться в Москве. Работу ему нашли в главном архивном управлении Совета министров СССР, где он и проработал до выхода на пенсию долгие десятилетия. Его исключили из партии. Он вообще в 1953 году был избран членом корреспондентом Академии наук. Его выставили из Академии наук. Это вообще редчайшая история. Единственное, что его спасало, что он был генералом, что он прошел войну. По крайней мере, имел возможность пользоваться военной медициной и отдыхать в военных санаториях. Он дожил до того момента, когда ситуация изменилась, хотя бы смог рассказать немного о своей жизни. Вот та война на Ближнем Востоке, война за Суэцкий канал, окончательно изменила геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Советский Союз в тот момент стал, пожалуй, ключевой фигурой, потому что Соединенные Штаты все еще держались на расстоянии вытянутой руки. И, конечно же, полностью изменились отношения с Израилем. Израиль после восстановления дипломатических отношений в 1953 году воспринимался не как дружественное государство, а стал восприниматься уже как враждебное. Израильские представители в Москве приходили в Министерство иностранных дел и говорили, ну почему же вы про нас такое пишете? Вот указано, что Израиль уничтожил 119 арабских деревень на своей территории. У нас нет на территории Израиля такого количества арабских деревень. Вот вы написали, что была демонстрация протеста, ее расстреляли, погибло 100 человек. Такой демонстрации вообще не было. Слушать их совершенно не хотели, интереса мнений израильских руководителей не представляло. Израиль стали воспринимать как враждебное государство. Это определит ситуацию там на многие десятилетия. Но в тот момент израильским руководителям казалось, что на самом деле самое сложное позади. Государство создано, состоялось. Это было такое маленькое государство, почти незаметное, не игравшее большой роли в экономических делах. Но казалось, что оно таким малозаметным государством и будет существовать. И мало кто мог предположить, сколько еще войны конфликтов там возникнет. Но это отдельная тема. И мы сделаем специальный цикл о войнах на Ближнем Востоке, потому что они, эти войны, определяли ситуацию во всем мире, потому что в них вовлекались великие державы, скажем, во время Йомки-Пурской войны 1973 года. Советский Союз и Соединенные Штаты в какой-то момент прямо противостояли друг другу. В вооруженных силах был объявлен высший уровень боеготовности, и руководители стран просто опасались, не приведет к ли это настоящему военному конфликту. Так что мы готовим сейчас новый цикл, надеюсь, что вам будет это интересно. Это та история, которая не только помогает понять наше прошлое, но и поскольку мы сформированы прошлым, то и объясняют многое из того, что происходит в сегодняшние дни. Если вам интересно, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok